Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а это третья серия Проклятого Леса. Курсет лес. Вот с той хаты нас вытолкнули. А ну пошли отсюда, быстро. Устроили. Оу! Кто на меня не нападет? А дальше, в принципе, я и не знаю, куда идти. Тут была сохраняшка. И можно было пойти в ту сторону. Диких зверей мы уже покормили. Все норм. А ну. Эй, давай-давай, запрыгивай. Ну да, вроде все хорошо. Какая-то пещера. Ага. Сюда я не пройду. Это вот этот вот дом. Ага, это туалет, в который нас кинули. Ну как бы... Все. Капец, тут трава. Выше меня. Сюда мы подняться не можем. Ой, я надеюсь, с каждой серии здесь будет все больше и больше скримеров. Потому что они прям так... Ух! Хватает за душу. Туда вот можно сходить, да? Я, если честно, не понимаю, почему этот... Нельзя с собой карту взять. Сюда можно? А ну. Нет, это я... Сейчас еще не выйду. Повезло, повезло. Можно, чтобы бумажечку с собой в кармашек взять? Все, и идти. Э, не-не-не-не-не. Я уже за тобой прыгнула. Ёпта. А, можно я по верху пройдусь? Нет? Это против правил? Смерть. А что делать? Ну, в любом случае, нам нужно... Что это было? Может, туда? Я не помню, я там была или нет? Нет, нет, не падаем. Поднимаемся сюда. Давай, давай, давай сюда. Ну, сюда. Нет? Как ты щит? Ну, туда, я не знаю. Идем обратно. К этой скале, которая обвалилась. Пока что это единственное место, куда я могу пойти. Ну, или просто обратно. Обратно до места, где была карта. Это, кстати, второй эпизод. Как они там правильно называются? Н? Глава. Вторая глава. А что у нас? М-м-м. Сара одна из двух, исследователь два из четырех, житель один из пяти. Пока что к не густо. И все. А что он у меня-то, этот? Как будто там записка была. Или у меня уже галлюцинации. Надо было просто обойти и все. О, я ж поперла прямо на камень. Эй, нет-нет-нет. Нет. И как мне теперь идти? Если там какая-то жижа. Я бегу. Ой, здесь кто-то был. Что это? Что это такое? Оу! Оу! Полетел. А могу ли я дальше пойти? Вот в чем вопрос. Скорее всего, нет. Там он тоже перекрыто. А карту местности я не помню. Может, здесь тоже есть какие-то дикие звери, как в первом эпизоде. Такс. Что там, сохраняшка сверху? Кстати, в записке говорилось, что сохранений очень много. Да ты задрал. Бегает везде за мной. Так вот, очень много сохранений, но они не все подсвечены синим. То есть, можно их спокойно пропустить. Никого нет. Вкусные сосиски? На превьюшку пойдешь? Блин, а сипнее не этот... Не высвечивалось. То, что я присела, вообще было бы замечательно. Скажи свои глазки. Слушай, а что у него за сосиска такая, которая не поджаривается? ГМОшная сосиска. Так. А можно? О-о-о. Я могу нож взять. А что больше не берется? Отдай нож. А что я его потрогала и все? Так им не защитишься, если просто трогать нож. Надо его в руки хотя бы взять. Ладно. Может быть, это для чего-то нужно было. Пока что непонятно. Поход. 21 октября. Последние месяцы мне приходилось проводить в тесной комнатке, вооруженной паяльником, я упорно работал над моим радиоприемником. Мой студенческий проект нужно закончить капрелью. У меня еще много времени в запасе, поэтому я решил вместе с друзьями отправиться в путешествие подальше от этой городской суеты. Нам хотелось выбраться в какое-то необычное место с любопытной историей, которое было бы и подальше от цивилизации. Юра предложил идеальный вариант. Пора собираться на встречу с природой. 25 октября. Первый день поездки и уже неудача. Нам не продали горячительное, сказав, что мы слишком молоды. А нет, это серьезно? Пришлось накупить лимонад, но, к счастью, Семен взял с собой фляжку и сделал нам лимонад поинтереснее. О, Семен. Бармен со стажем. 26 октября. Мы установили палатки и развели костер. Хотя перед этим нам пришлось неслабо промочить ноги, проходя маленькую речушку вброд. После тесной машины было большой радостью разжечь костер и насладиться местными пейзажами. Это место имеет много жутковатых легенд. Также тут часто пропадают люди, поэтому Николай не упустил возможности вспомнить пионерские времена и рассказать несколько страшных историй о черных-черных домиках, черными-черными гробиками. И да, наверное, раньше все рофлили эту шутку. Всем было так смешно и так страшно. А сейчас, как вспоминаешь, думаешь, боже мой. Что за чушь? И вообще, если тут, значит, Семен, Юра, почему они пьют лимонад? Какой лимонад? Сок? Компот? Лимонад? Лимонад, я не знаю. Так. То ли его истории так повлияли, то ли лимонад. Но вот опять лимонад на это место кажется все более жутким с каждой минутой. Надеюсь, с нами тут чего не случится. Иначе будет обидно, если так и не сдам свою зачетную работу. А, еще дальше. Ого. Что тут с ним произошло? Людмила, Рустем и Зинаида перепили лимонадом и устроили настоящий дебош. Бедный странный камень, напоминающий алтарь, был тоже закидан бутылками. А ведь он наверняка заинтересовал бы ребят из археологического факультета. Место здесь очень дикое. В этом я убедился сам, когда чуть не свернул шею, споткнувшись об сук. Эти чертовы деревья, они словно ставят под ножки и хихикают над нами. Также мы обнаружили загадочную лестницу, ведущую куда-то вверх. К сожалению, нам было очень трудно забираться куда-либо, учитывая наше состояние, но мы обязательно сходим туда в следующий раз. Говорит, мы хотели отправиться в интересное место, но здесь часто пропадают люди, и вообще как бы местность такая, там деревья под ножки подставляют, какие-то странные вещи происходят. Давайте напьемся в лесу, и все же будет нормально, ничего не случится. Все будет окей. 28 октября. Я надеялся, что этот поход поможет мне признаться Людмиле в моих чувствах. Романтическая линия пошла. Еще с первого курса в нее влюблен, но Рустем полностью обладел ее вниманием. Козел Рустем. Ох, что это Рустем, вечно получает всех девушек. Лучше бы мы не звали его в этот раз. Увы, это было не мне решать. Будь моя воля, вместо него поехал второй Юра. Так, 29 октября Георгий собрался проводить, бобродить по окрестностям, но вскоре вернулся, заявив, что видел нечто страшное со сверкающими глазами. Рустем засмеялся над ним, говоря, что он перепил лимонада. И, решив использовать эту ситуацию как очередной повод для выпендрежа перед девушками, он заявил, что пойдет туда, где Георгий увидел это существо, и сам со всем разберется. Девушки отговаривали его, но он был настроен решительно и решил дальше изображать героя. Я не могу поверить во все это. Все произошло настолько быстро, что до сих пор не укладывается в голове. Рустем вернулся, точнее, дополз обратно весь в крови. Бегите. Это были последние слова, которые он сказал перед тем, как испустил дух. Все убежали в рассыпную от нашего палаточного городка. Но вот я вот этого не понимаю. Что за внезапная паника? Бегите. За ручки взялись? Не знаю, сумки какие-то, не знаю, с провизией. Нельзя что же оставлять в них, ножи там, не знаю. Блин, слишком много не знаю. Зачем разбегаться? Чем больше людей в одной куче, тем лучше для самозащиты. Давайте разбежимся и оставимся все по одному, чтобы нас их перебили. Это ж идеально. Ой, так. Ну, какой в этом смысл? До ближайшего города пара десятков километров. Почему мы бежим и куда? Самое худшее, что я отстал от нашей группы и теперь совершенно один в этом лесу. Я продолжаю писать надежду, что если сюда придет спасательная группа, то она найдет эти записки и не бросит поиски нас или наших тел. Я все еще пытаюсь цепляться за жалкие надежды пережить этот кошмар. Зачем мы только собрались ехать в это проклятое место? Да, бухать? Вообще, я такого не понимаю. В лесу нужно быть максимально осторожным, даже если он рядом с городом. Ёпта. Куда? Давайте вон сюда. Шестнадцатый респейд. Че пугаешь? Мало того, что в лесу могут быть какие-нибудь маньяки. Дикие животные. Это одно. Какие-нибудь люди, которые с ума сошли, у них там что-то мерещится. Которые бухают в лесу и тоже потом делают непонятно что. Еще могут быть клещи. Всякие вот эти мелкие паразиты. Нужно быть всегда на чеку. Лес это не место для неподготовленных людей. Так, ну это та лестница, о которой говорилось в записке, наверное. Или за сохраняшку говорилось, или вот это вот. Еще что-нибудь будет, да? Так, не кидайтесь камнями, пожалуйста. Хорошо, что ты в этот раз улыбаешься. Зеленый цвет. Типа, давайте, проходите. А это че? Че это? Да уж, сбоку выглядит так себе. Какие-то странные формы. Инопланетные. Оу! Ах ты, сучка, улыбалась поэтому? Я больше не поведусь на тебя, поняла? А я что, выйти теперь не смогу? Ну, спасибо. Получается, если мы видим гримасу такую... Значит, мы идем в правильном направлении. А если она улыбается и радуется, значит... Никого там нет. А значит, она еще-то задумала. Только, опять же, непонятно. Одна тень нам помогает. А другая на нас агрится. Даже когда мы в доме были, какая-то чернота вылезла щупальцами и захотела нас накинуться. А вторая чернота, видите, девушки... Нас засейвила. Так, что-то такое. Чей-то мощный кулак. Что-то другое. Мощное. О, тапки. Кто забыл, признавайтесь? Кто без тапок ушел домой? О, это просто какой-то мусор. И я не понимаю. Какой-то мост. Тут сохранение. Не, наверное, туда. Выглядит так, как будто это основная тропа. Потому что здесь вот сохраняшка. Блин, вот опять. Начала играть, сижу чухаюсь. Ну, как бы никаких записок я не вижу. Здесь все. Идем. Может ли это означать то, что на меня сейчас что-нибудь свалится? Нет. Сюда что-то ложить надо. Так, так, записки. Еще, почему я нож подергала и не взяла? Фишка такая или что? О! Руины. Руины. Руины это одно из немногих мест, которое по-прежнему хранит в себе кусочки истории о давних событиях, происшедших здесь. Много осталось нетронутым в силу того, что эта территория труднодоступна и таит в себе немало опасностей. Судя по предметам, которые мне удалось обнаружить, здесь проводился некий ритуал. Исходя из его концепта, он напоминает старомодные жертвоприношения. Нет даже намека, что этот ритуал имеет какую-либо связь с религией или культистами. Тогда для какой цели этот ритуал был сделан? Эта загадка начинает увлекать меня. Я чувствую, что здесь могу получить ответы на вопросы гораздо глобальнее, чем просто объяснение о произошедшем инциденте. Когда это дело будет завершено, мое имя будет навсегда оставлено в истории. Мое открытие совершит переворот. И каждый человек запомнит мое имя. Окей, сколько мы там понаходили? Это был исследователь. Тут ничего нет. Умывальничек. У моей бабушки такой был. Ну здесь явно какой-то культ. Чего я должна бояться? Вот этого? Угу. А что это я взяла? В инвентаре не отобразилось. Странно. Взять еще могу? Нет. Ну ладно. Я как бы это могла пропустить. Эй! А что надо сделать? Тут задание есть? Вообще... А может быть... Подойти? Открыть? Из него исходят свет теплый на ощупь. Надеюсь, его применение интереснее, нежели вернуть его на место. А как это сделать? Открыть? А как это сделать? А-а-а-а! Получается люди защищались! А-а-а-а! Я так и знала, что туда нужно будет, потому что там бедро висело. А можно ещё взять? Ну, если нам пригодится, тю, я бы во все карманы запихала. Эта штука помогает нам от темноты спасаться. Так, там что-то фиолетовое. Ну, то, наверное, сохраняшка. Ты серьёзно? Ну, ладно. Тихо. Всё под... Бичёбка напугала, всё под контролем. Так. Тут ничего нет. Везде вёдра. Я здесь была! Только вот этого не было. Это какая-то подстава. Я не буду это есть. Отвалите. Я думала, в инвентарь надо будет взять. Так. Вот это вот начальное место, да? Да, начальное. Блин, а тут и карты нет. Здесь я была. Отсюда я пришла. А, вот карта. Как это её нет? О, где мы были? Мы, получается, сюда сходили. В домиках мы вот этих вот были. Или вот здесь мы были. Вёдра. Непонятно. А вот это что такое? Яблоко какое-то. Я вот тут вот. Пришла я... Мимо меня листок пролетел или что? Я пытаюсь понять, куда мне нужно. Я не хочу есть те странные яблоки. Ну, если мне дадут выбор, конечно. Я их есть не хочу. Пришла я, получается. Я туда пошла. А здесь я была? Да, здесь я была. А, тут была чернота, насколько я помню. Чё ты кашляешь? Мишка. Да, здесь была чернота. Игрушки. Мне здесь очень одиноко. Передычески сюда приходят игрушки, которые помогают скоротать мне время. Они все столь глупые, жадные и трусливые. Придают своих друзей, обманывают. Пытаются найти, чем поживиться. Оттого ещё интереснее с ними играть. Нормально так. В конце концов, мои игры ломают их. Но не беда, всегда появляются новые. А, подождите. Может быть, это призрак девочки, которая думает, что люди, которые приходят сюда, они её игрушки? Надеюсь, что когда-нибудь ко мне придёт более живучая игрушка, и тогда начнётся настоящее веселье. Стопудово. Или, может быть, какая-то душа девочки разделилась на злую и добрую. Вполне себе. И куда его теперь ставить? У меня есть медведь. Здесь мы ещё не были. Ну, мне кажется, если бы я обожралась яблок, было бы не очень хорошо. Спокойно. Чё тут? А, это мы над болотом, получается. Где я сама первый раз пошла? Что? Что, где? Блин, если кто-то был, я его даже не увидела. Сохраняшка. Отсюда как будто что-то покатится. Ну, в первую очередь, конечно же. Только не бахай. Всё нормально. Чик-чик-чик-чик-чик-чирик сюда. Тут ничего нет. Идём дальше. По-моему, здесь была тень. Правильно же я пошла? Она не пускала меня идти дальше. Что? А можно как-то этого мишку использовать? Мягкий, милый, дружелюбный. Оу! Бляха! Я на оленя смотрела. Думала, он меня сейчас этот рогами заколет. А тут подстава такая. Вытягивай давай лестницу. Верёвку. Ты наставила. Ты доставай. Хотя, может, это что, следующий эпизод? Не, только не говорите. Не, только не говорите. Я не все записки нашла. Интересно. Тут, получается, я в любом случае смогу насобирать полностью весь скелет? Или я могу упустить какие-то моменты? Я просто не знаю, здесь несколько вариантов концовки или нет. Если да, то очень интригует. И, получается, мне кажется, отказ от яблок, видите, тут яблоко нарисовано такое гнилое, приведёт меня к чему-то хорошему, но если я в других местах не налажаю. Но я не уверена. Это глава, наверное, уже следующая. Он мишки плюшевого больше, наверное, испугался, чем оленя с красными глазами. Это будет наш поводырь теперь? Чё, кусты дёргались? Блин, опять всё чешется. А, это то место, где олень стоял. Ну да, вот я свалилась. А, подождите, если б я не взяла мишку... И не пошла дальше. Точнее, если б не взяла, я пошла дальше. Эй, стой, я тебя хотела на превью взять. Скрылся, блин. Дайте сохранение. Опа-ча. Это не есть гуд. О, за нами здесь кто-то наблюдал, сто процентов. Следил, чтобы мы сосиску ту не стырили. Упугало. Кто там кидается? А мне нужно туда. А я смогу туда подняться? Нет-нет-нет-нет, не падай. Да чёрт побери! Ничего нет. И сохранение. Записка. И сохранение. Всё. Читаем, сохраняемся и будем заканчивать. Я спасу её. В поселении ситуация ухудшается с каждым днём. Я чётко решил, что нужно принимать решительные меры. Ради неё. Ради Сары. В ближайшие дни я выкарану её из поселения, увезу как можно дальше и найду для неё место, где она сможет начать достойную жизнь, а не среди этих чокнутых. В особенности её эспатичного отца. Да, это звучит безумно, словно какой-то похититель детей. Но у меня есть своя жизнь и планы на собственного ребёнка с моей любимой. Но как я могу дать жизнь ребёнку, помня, что я не смог помочь Саре? Сара всегда олицетворяла для меня надежду и веру. Она помогла мне не развалить свою жизнь. Теперь я буду бороться за её счастье. Поэтому, лишь тогда, когда она будет спасена, я смогу продолжить жить для себя и моей семьи. Пора действовать решительно. Жители. Ага. Глава третья. Какой-то житель решил спасти Сару. Всё, ребятки, будем с вами прощаться. В этой серии, конечно, жутких скримеров было поменьше. Но всё равно игра держит своей вот этой вот атмосферой леса, из которого ты по-любому не можешь выбраться и не знаешь, что тебя ожидает. Как будто всегда за тобой кто-то следит. Такое ощущение. Посмотрим, что будет дальше. Ну а пока на этом всё, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok